В Иванове произвели подсчет водоплавающих птиц, зимующих на оводе и красной талке. Ежегодный мониторинг уток осуществляется в областном центре с 1998 года. С тех пор популяция кряков существенно увеличилась. В этом году орнитологи насчитали 1600 особей. У нас уже 17-й подряд учет, 17-й год учетов. И первые годы на оводе оставалось зимовать порядка 200 птиц. Потом их численность постепенно возрастала, как правило, несколькими рывками. До 400, потом до 600-800 птиц. И вот за прошлом году перевалило за 1000. И в прошлом году мы насчитали 1360 уток зимующих в городе. Птиц считают по головам. Если скопления уток большие, то прибегают к помощи фототехники. Обычно для подсчета орнитологи выбирают время, когда водная поверхность скована льдом. Но в этом году Иванова присоединилась к всероссийской акции «Серая шейка-2015». Единым днем подсчета объявили 18 января. Традиционно в учете уток у нас принимают участие сотрудники, аспиранты, магистранты и студенты Ивановского университета. Но вот в этом году мы приглашаем более широко принять участие и в учете уток, и в фотоконкурсе «Утиные селфи» населения города. И надеюсь, что какая-то информация от людей, от жителей города и их фотографии мы в ближайшее время увидим. Наиболее массовые скопления птиц образовались в центре города. В районе Театрального, Банного и Соковского мостов обитает почти 800 пернатых. Пропитание они вполне находят. Если поверхность не замерзает, у них возможность находить пищу есть. Тем более на площади Пушкина подкормка постоянно организуется. Здесь утки доплавающие практически ручные. Если на тех мостах они шугаются, даже при приближении, то здесь кормятся руками. В процессе подсчета орнитологи увидели пять черных селезней, а также им попались белая и кремовая утки. Птицы с такой окраской встречаются на оводе относительно недавно. Те же самые кряквы, только, как говорится, цветовые аберрации. По всей видимости, здесь сказалось то, что могли быть птицы, выпущенные из зоопарка, и птицы, убежавшие из каких-то хозяйств, внести свои гены в популяцию. Ну, а может быть и естественные процессы, то есть это альбиносы, аберранты, которые в дикой природе, в естественных условиях, ну, чаще всего становятся добычей хищников и выживают в небольшом количестве. Но вот в интерпогенных условиях, условиях города, где птицам более вольготны, где меньше опасности попасть в лапы тетеревятника, там, лисы и другого хищника, они выживают. Птицы являются переносчиками болезней, иногда очень опасных, поэтому вести учет важно прежде всего с эпидемиологической точки зрения. Ученым важно располагать информацию о массовых скоплениях пернатых, чтобы в случае опасности быстро принять необходимые меры.